Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба и мы продолжаем выживать в игре под названием Impact Winter. Ну что же, в прошлой серии у нас с вами разломалась крыша, но пока мы еще не нашли все нужные материалы для этого, нам в принципе нужна только одна сетка, но я пока ее не встречал. Давайте посмотрим какие здания мы сможем дать нашим героям, может быть они что-то смогут делать, создать что-нибудь можешь, мать. Здесь ручной генератор, гальмонический у нас уже есть, газовый генератор, резиновый ремень, изолент, резиновый шланг, канистра. Для питания электроприборов используется генератор, в качестве топлива для генератора можно использовать канистры с горючим, генератор очень надежный и имеет малую энергоемкость, открывая доступ к треному генератору. Я не знаю есть ли смысл, потому что у нас в принципе энергия нигде не тратится, пока ни для чего не используется энергия вообще абсолютно. Водосборник, я не знаю почему первый водосборник нужен лед, а вот для второго в принципе подойдет и снег. Где логика? Почему нельзя сделать наоборот? То есть первый водяной фильтр обычный снег, да, то есть требуется фильтр, очищает воду, все такое. А вот водосборник уже требуется лед, то есть соответственно с водосборником будем получать больше воды. Это было бы более логично, потому что мы сейчас не можем добывать лед, но снега навалом. Но для того, чтобы из снега добывать, надо собирать водосборник. Это немножечко нелогично. Сейф маленький, почему-то у меня написано, что я могу его сделать, но у меня нет нужных материалов. Доски малая, дранка и навесного замка. Я не знаю почему оно у нас как не слетает до сих пор. Мольберт, у нас в принципе все есть, кроме доски малой. Гитара тоже, доска большая требуется. Баскетбольное кольцо, опять же проволочная сетка нужна. Боксерская игрушка, требуется шлакоблок. Вот в принципе все это надо с вами искать, все это надо где-то выдумлять в поисках. По поводу Кристофа, что ты хочешь сказать? Подожди. Я очень устал, но у меня же работа, что мне делать? Ну иди поспи. И что, я выбрал поспать? Да. Так, ты у нас делаешь склад уровень 2. Для того, чтобы сделать термобур 2, мне нужен провод длинный. Скорее всего, с помощью термобура 2 мы сможем уже растапливать вот эти вот контейнеры, которые находятся у нас рядышком с церквью. Но для этого нужны длинные провода. Поэтому придется нам с вами бежать за длинными проводами. Я в принципе знаю где. Сейчас у нас построится склад 2 уровня. Есть возможность поставить радар 1 уровня. Есть возможность поставить световизор. Есть возможность поставить сонар. Аварийная зарядка тоже можно будет сделать. У нас в принципе она уже имеется. Поэтому с тобой пока все. Иди пока туда отдыхай. Выспись. Так. О! Да ладно. Серьезно? Они добавили имена. Венди теперь пишется имя. Что нас что-то добыло. Она, кстати, сейчас уже будет возвращаться обратно. Так. По твоему состоянию я вижу, что у тебя в принципе все в порядке. У нас очень мало мяса. Воды в принципе хватает. Ингредиенты мне не нужны. Оружие. Мне в принципе тоже не надо. Я пока никуда не собираюсь. Дерево. Кубик. Пуговица. Барабан. Палоросческа. Бревно. Карандаш. Это все не надо. Материалы. Это тоже все не надо. Пусть остается металл. Тоже мне не нужен. Электроника тоже не нужна. Керамика. Тоже не нужна. Здоровье. Животные. Разные. Погремушка. Баскетбольный мяч. Свеча. Это тоже в принципе мне не надо. Инструменты. Вот. Походный снега. Да уберись ты мышка. Походный снега топ. Давайте вот сейчас мы его как раз и проверим. Я его поставлю. Так. Капканы мне не нужны. Зарядка мне не нужна. Отмычка в принципе есть. Все остальное мне не надо. Единственное получается мне сейчас потребуется бутылка. Давайте пока возьмем наверное малую бутылку. Посмотрим как оно вообще работает ли в действии. Венди без проблем вернулась домой. А где Венди? Я кстати не вижу нашего еще дедулю. Что-то никого нет. А где Венди? А дед что охотится что ли? Что-то я его не встречал. Ну наверное получается что он охотится. Да. Я не знаю блин где искать эту проволоку. Вот абсолютно не знаю. Что-то туда мне бросить. Пока меня не будет. Канистра. Ну давай бросать канистру. Бревно. По-моему нигде бревно не использовалось. Так что давай бревно сюда. И вперед. Плюс еще надо как-то часто использовать сонар что ли. Так. Ну-ка давай. Ничего нет да. Да. Вот мне нужно получается улучшить твой термобур. Я так полагаю до второго уровня. О. Ты смотри что-то нашел. Ну-ка. 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 Бури. Сейчас посмотрим. Так. Собыскать. Ну. Не вижу здесь ничего такого полезного. Брать не буду. Идем тогда получается к тем домам. Зайдем в тот дом. Там точно есть длинные провода. Сто процентов. И посмотрим как у нас там набирается. Не набирается. Вода делается. Не делается. Что-то как надо. Вот этот еще вопрос остается открытым. Как бы все это посмотреть. Подожди. Бутылка с водой. Так она уже с водой что ли? А откуда у меня взялся вот этот вот? Антипохмелин. Я вроде его не брал. Так. Давай тогда вернемся. Подожди. Откуда у меня взялась бутылка с водой? То есть он работает сейчас да? Тогда сделаем сейчас просто. Наберем кучу пустых баклажек. Да тут побегаем вокруг церкви. Посмотрим. Работает ли система? Или не работает? Потому что мне что-то вроде казалось, что я взял пустую баклажку. Нет? Я просто заметил такую бритятину, что как-то у меня постоянно появляются предметы, которые я не беру. Тот же взять, допустим, антипохмелин. Я его не брал. Зачем он мне нужен? Бутылка с водой выложить. Так. Давай искать. Еда, питье, ингредиенты. Оружие, дерево, материалы, металл, электроника, керамика, здоровье, животные. Разное. А где пустые бутылки? Вот, бутылка малая, да? Она пустая. Еще одна пустая. Так, бутылка большая. А что их так мало-то? Давай смотреть. Что в итоге у меня лежит? Бутылка малая. Зачем ты взял вот это отмоющее средство? Объясни мне. Бутылка малая, бутылка большая. Еще раз. Вот это, пожалуйста, выложи. Оно тебе нафиг не надо. Еще раз выходим, смотрим. Все. Пошли смотреть. Как работает данная система? Так, спроверяем. Проверяем. Бутылка малая, бутылка большая, бутылка малая. Все. Вперед туда. Надо, кстати, мне кажется, потом нам с вами пойти по заданию Блейна до торговца. Все-таки я хочу новые шмотки. Это позволит все равно передвигаться нам быстрее и меньше уставать. Тем более, все равно это в ту сторону нам идти. Мы сейчас просто все это обыщем, тот домик. Провода все нужные найдем. Переложим все в наш лагерь. И отправим нашего робота, чтобы он все это отвез. Пока он все это будет отвозить, мне кажется, мы сможем дать команду, чтобы они все делали без нас. Так, я могу тебя обыскать? Нет, да? Ну ладно, хорошо. Я не буду сейчас тратить энергию нашего робота, чтобы он включал свет, в принципе. Потому что и так светло погода позволяет. Так, что у нас за результат там с водой? Бутылка малая. Походы снеготоп. Может, надо как-то выбрать, чтобы он работал? Нет. То есть, только переместить и выбросить. Окей. Может быть, какая-то наполнилась? Нет, бутылка малая, бутылка большая. Ничего не набирается. Я не понимаю, какой это смысл от этого снеготопа. Я никому его дать не могу. То есть, по логике, я должен сам с ним бегать. Но вода не набирается. Это очень странно. Насколько я помню, провода у нас с вами были в этом. Ну, привет. Крышка от бутылки, чечевица, сухие пряности, стационарный телефон. Так, а я могу здесь выбрать телевизор? Да, но в телевизоре ничего нет. Хорошо. А здесь? Здесь тоже ничего не надо. Ладно, идем в подвал. Провода. Здесь проводов не было. Провода, по-моему, были у нас вот здесь. Да, но их очень мало. Всего лишь один провод. А мне надо очень-очень много таких проводов. Пусто. Пусто. Не то, что надо. Здесь, в принципе, тоже пусто. Ладно, тогда давайте выбирать задание с блейном. Тем более, их надо два длинных провода. То есть, я все равно по-любому не выполнил бы. Но зато я могу починить питание. Релейные модули пока обойдетесь. Вот. История Блейна, но почему-то я не могу выбрать. А! Понятно. Я выбрал историю Блейна, но... Почему-то... Квадратик располагается в спасении радиомачты. Ну, хорошо. Зато есть куриный суп. Осталось только спагетти и перец найти. Ладно, поищем. Может, торговца будет. Так, я хотел посмотреть, смогу ли я дать... Задание нашей команде. По-моему, создать я сейчас ничего не могу. Могу только выбрать. Зато она может приготовить рис с фасолью. В принципе, неплохо. Но я ищу спагетти. Кофе может, горячий шоколад, чай. Это все прекрасно. Но я ищу спагетти. Так, у тебя... Мы с тобой ищем что? Да, чиним крышу. Но, в принципе, я не вижу смысла сейчас ставить... Починить крышу, потому что у нас такая... И так известно. Нам нужна проволочная сетка. Так же, как и для баскетбольного кольца. Гитара. Требуется только доска. Тоже доска. То есть, везде доски. И здесь еще шлакоблок. Все. Выходим. Что мне еще непонятно, нелогично в этой игре, так это... Вот эти наши палатки переносные. Поставить ее я могу. Но забрать ее обратно я уже не могу. Это вообще абсолютно нелогично. Я же не дом построил из крепича из железобетона. Это обычная палатка. В чем сложность ее собрать обратно и взять с собой? Абсолютно нелогично. Так, в итоге получается... Бутылка как была малая, так она и осталась. Без воды абсолютно никак. Система не работает. Поэтому я сейчас попробую переложить провода. Короткие провода, еще короткие провода. На бутылку тоже, может, в принципе, хватает. На вас уже не хватает. И лечь спать. Пусть он все это отвезет. Отлично, просыпаемся. Сейчас сразу положим снеготоп и остальные бутылки. Чтоб они нам не мешались. Не занимали лишнее место. Все равно они пустые. Я не вижу в этом смысла. Так, ну и поспать тоже. Что у нас там с голодом и с жаждой? Ну все, давай просыпайся. В принципе, это должно хватить. Не знаю, сколько там еще добежать нам до торговца до этого. Он торговец, нужный для Блэя, но он находится в другой стороне. Надеюсь, у меня хватит сил добежать. У него я там смогу уже пополнить себе запасы еды и воды. И попить смогу, и поесть смогу. Единственное, только вот с энергией пока непонятно, смогу я чем-то ее восстановить или нет. Может быть, мы где-то найдем с вами какую-нибудь аптечку со стимуляторами. Было бы здорово, тогда бы смог бы их нажраться и дальше пойти. Тут еще бы на волкова бы не нарваться. Это да. Так-то, в принципе, неплохо пошло. Если бы не вот этот аварий с крышей, блин. И в том, что нет возможности восстановить. Нет, потому что сеток вот этих вот проволочных. И где их искать нет, тоже непонятно. Так, а вот тебя, по-моему, я не смотрел, да? Или смотрел? Нет, по-моему, я тебя смотрел. Да, у тебя там GPS, аккумулятор. Потому что здесь находится второе здание, офисное. Где мы с вами лазили на крышу, а потом... Как спайдермены спрыгивали вниз, блин. Там огнешитель вон валяется, но я... Через этой текстуры просто пролетаю. Так, долго еще идти? Что-то как-то долго. Не нравится мне это. У него уже и силы на исходе. Так, может что найдешь? Ничего не нашел, да? Что у нас там? Да, серьезно, далековато. Мы даже примерно не добежали. Жажда на критическом уровне это плохо. Воды нет. Торговца нет. Ну, либо помру. Либо добегу. Одно из двух. Ага. А тут трещина, да? Прекрасно. А вот данный мост, он поможет мне перейти? Или вот этот мост слева, который. Есть какая-то машина? М-да. Бесполезная машина. Че ты застрял-то? Давай беги уже. Ой, да ладно. Нет, тут надо прыгать. Понятно, зря бежал. В общем, сейчас у меня помрет он. И мы с вами окажемся у лагеря. Окажемся у лагеря, тогда вернемся в церковь. Там поедим, попьем. Да, он даже не полетел со мной. Ты смотри, какой засранец, а. Потому что по-любому у него сейчас будет уходить здоровье. Вот не вижу, к сожалению, я эту трещину. Получается, я ее здесь не прошел. А, так вот сюда получается. Тут, наверное, находится... А, нет, тут у нас контейнер. Ну, если у него будет, кстати, С4, то я возьму и попробую взорвать контейнер. Тоже, как вариант. Мне кажется, хороший. Так где же этот торговец-то, е-мое. Вон там три домика получается, что ли. Если есть палатка у него, мы сейчас тоже купим палатку, выйдем. Поставим ее. И будем переправлять продукты питания. Ну и все, что, в принципе, найдем в этих домах. Надеюсь, там будет сетка проволочная. Так, мне сейчас самое главное первым делом найти торговца. У него должна быть вывеска. Так, это не туда. Вот она вывеска. Окей. Слышь, торговец, надеюсь, у тебя есть то, что мне нужно. А, торговец еще и там, ниже располагается. Ничего себе. Так, подожди. Ну, обыщит этот... Ну. Ё-моё. Обыщи. Спасибо. О, видишь, сколько семян валяется. Блин, а так бы вот сейчас вот пробежали мимо, да и все. А ты никак не хочешь искать. Вон сколько семян. Ты смотри. Ну, тут ладно, ничего нету, согласен. Еще было бы удобно, если бы была бы какая-нибудь кнопка, позволяющая выделять предметы, с которыми можно взаимодействовать. К сожалению, вот этого тоже нет. А это, наверное, не хватает. Да ё-моё, ну выдели ты вот этот горшок. Да ё-моё. Ой, серьезно. Вот с мелкими объектами это какой-то кошмар. Просто убогий кошмар. Спасибо. Спасибо, что ты все-таки это сделал. Да? А-а. Отмычка сломалась. Ну ладно. Так, тут еще горшок, но он пустой. Пошли, торговцу. Так, что у тебя есть? Антибиотики. Не нужны стрелы, не нужны бинт. Бутылка с водой. А-а. Вот я не понимаю свои показатели. Опять мне ничего не понятно, блин. Бутылку с водой купить. Бутылку с водой купить. Бутылку с водой купить. С4 купить. Палатку малую купить. Изолента не нужна. Капкан не нужен. Отмычка купить. Мотоциклетные перчатки купить. А-а-а. Батарея для радио. Ну давай, в принципе, возьмем. Там где-то была у нас вышка. А-а-а. А-а. У меня уже кончились семена. О-о-о. Это вот плохо. Ну ладно. Так, давай. Открывай. Выпить. 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 Так. Переместить. Мышка удобная в этом плане перемещать. Хорошо. Давай выберем теперь Джейкоба. События. А-а. Гвозди нужны. И изолента нужна. Окей. Так. Гвозди могу. А, ничего не могу. У меня не хватает семян. Ну хорошо. Семена, может быть, я еще найду. Что там тебе? Гвозди, гвозди. Изолента сколько стоит? 25. Не хватает. Гвозди. Вот гвозди могу взять. Отлично. Нужна еще, получается, изолента. Ну, найдем. Да, попробуем еще раз отмычку. Хорошо. Ну и... Семена. 8 получается, да, у нас семян? Что, и все, что ли? Вот ради вот этих вот семян я открывал замок? Ты издеваешься? Ради одной бочки несчастной? Что за бред? Пипеста логичный парень. Хорошо. Так. Давай вот ближе к тем домикам беги. Там сейчас поставим с тобой палатку. И пойдем все обыскивать. Тут, по идее, сколько домиков остается? Два, да? А, так там еще недалеко тоже какие-то есть места. Ну, давай. Отлично. Пошли на чердак. Ага. Ну, давай смотреть. Во-первых, что здесь есть. Уголь. Пригодится в качестве топлива. Мясные обрезки. Кости брать я не буду. О, доска большая. Отлично. Возьмем. Лупу, свечку. Все это потом переправим. Что тут еще есть. Ну, вот есть, в принципе, куски мяса. Ну, я бы, если честно, лучше бы их пожарил. У нас есть возможность развести костер. Там, возможно... А-а-а. Там, по-моему, нет полевой кухни. Я не могу там готовить. Ну, ладно. Возможно, там есть у нас с вами в другом доме холодильник с едой. Что тут еще есть? Мне бы сейчас бы найти, конечно, бы... сетку. Так, это у нас с вами еда. Вот, ешь. Ешь хлопья всякие. Так, это у нас томатный суп. Переместим. Паприка, лимонный сок, пищевая сода, сухое молоко, пищевая сода. Отлично. Так, здесь... Вот воронка нужна. Резиновый ремень, резиновый шланг. Мотор большой, не вижу смысла. Кости эти не нужны. Надеюсь, не сломаешь отмычку. Молодец, красавчик. О, да ладно! Нифига тут волк получается. Вот с салом можно перенести. Сырое мясо, к сожалению, пока не получится. Но тут только что, волк... А, так он тут и не один, их тут два волка. Ё-моё, это круто. Так, ну и в итоге получается всё. Я думал, что-то можно будет на полках взять. Но полки он не обыскивает. Ладно, давайте всё это оставлять. Ещё для меня вот нелогично, зачем, какой смысл улучшать вот эти вот лагеря, если они непереносимые. Какой в этом прикол? Я не знаю, чем руководствовались разработчики, но я абсолютно не понимаю логики. Для чего надо было улучшать вот эти вот лагеря, если я их не могу переносить с собой? Так, перчатки сразу давай туда же. Какая в этом логика? Вот если бы он был переносимый, тогда да, это было абсолютно логично. Я ищу, улучшаю палатку, улучшаю ящик свой, улучшаю костёрство, что я могу готовить. Ой-ой-ой, давай просыпайся. А вот так вот смысла нет никакого. Потому что я его поставил и всё. Какой потом резон его улучшать? Если я, возможно, даже уже не буду его посещать. Правильно? Правильно. Так, давай обратно сюда. Плохо то, что у меня, скорее всего, сейчас у меня начнут эти замерзать. Да, топлива никакого нет. Просто я хочу сейчас забрать мясо с волков. Оно пригодится по-любому. Что мясо, что шкуры. Вот эти вот силки волчьи, какашки волчьи. Я не вижу смысла забирать. Потому что шкурой, в принципе, можно топить. Так же, как и с салом. Всё, здесь, мне кажется, мы закончили с вами. Просто получается в этой игре столько нелогичных действий. Ладно бы это, если было по какой-то мелочи, да? На это можно было, в принципе, не обращать внимания. И можно было забыть во время разработки. Но это же не мелочь. Это такие вещи, которые, в принципе, они очевидны. Пишите в комментариях свои нелогичные вещи, которые вы нашли в игре. Очень будет интересно почитать. И будет ли вообще интересно разработчики исправлять всё это? Ну, пошли теперь в дом. Посмотрим, что там нас ждёт. Может быть, там найдут эти сетки эти металлические, блин. Ну, давай смотреть. Так, телевизор. Короткий кабель. Тумбочку могу осмотреть? Спасибо. Уэзби. Всё остальное не вижу смысла. Диваны. Здрасте, мордасте. Опять выкидывай, да? Теперь у нас тут диван глюканутый. Я попробую ещё раз. Только надо действовать аккуратно, осторожненько. С этой стороны. Обыскать диван. Спасибо. Нет, монетки мне не нужны. Так, люстра мне, в принципе, не нужна. Вот горшок, давай посмотрим. Есть семена. С этой стороны диван. Тоже монетки. Это никчёмно. Так, смотрим кухню. Так, ещё горшок. Ещё горшок. Ай, так, семена есть. Это стиралка. Одеяло, в принципе. Ну, и так хватает этих одеял. Порченая еда не хочу смотреть. Горшок не можно ли, да? Плохо. Так, а вот голод, к сожалению, кончается. Тогда придётся жрать. Чё-то как-то продуктов тут маловато. Давайте возьмём вот ещё дуршлаг. Чтопор, таблетки всякие. Верёвки. Так вот ещё мясо. Орехи. Термоконтейнер. Давай, наверное, возьмём. Тебя тоже возьмём. Поливитамины. Чашка, в принципе, я думаю, не нужна нам с вами. Так, это вермишель. Бульонный кубик. Перец. Но мне, по-моему, нужны макароны. Так, это всё не надо. Так, ещё один горшок. Нет, бесполезно. Ладно, хорошо. Да, температура на низком уровне у всех абсолютно. Так. Нет, это мне не надо. Аптечку я хочу посмотреть. Во, давай. Нет, хотя не употребляй. Нормальный так, мне кажется, будет. Да, я вижу, друзья, что у вас температура на низком уровне. Но я ничего с этим не могу поделать, потому что пока я добегу. Так, ещё одна палатка. Сухпайок. Ух ты, нифига себе. Во, давай-ка мы с тобой будем его использовать. Съедим сухпайок. Бутылка с водой. Да, бутылка с водой. Переместить. Переместить. Отмычки переместить. Палатка уже не влезет. Ну и, в принципе, получается, я здесь больше ничего не вижу. Ноутбук я, по-моему, уже оттащил. Тут больше чего такого и нет. Сетки мы здесь с вами не нашли. Ну и что это? Ух ты! Это крутая вещь. Дробовик, винтовка, арбалет. Патроны даже есть. Но сейчас-то мне некуда ничего складывать. Поэтому давайте мы сейчас всё это переправим. Ляжем поспать. Зайдём ещё раз сюда. Всё это возьмём и пойдём к себе уже. Даже, в принципе, если он сейчас заболеет, у нас, мне кажется, нам достаточно лекарств. И мы их подлечим. Но вот оружку хотел бы я всё это забрать, конечно. О, это тут ещё и мясо лежит. Так, давай тогда мясо, воды, воды. Что ещё там требуется по заданию? Такс. Ну и давай помелочи что-то выкладывать. Нет, С4 мне потребуется. Это уже не влезешь. Всё, окей, давай тогда ложимся спать. Ты не устал. Вот это вот засранец ты получаешь. Сколько тебе получается там энергии сейчас? 80. Ну тогда давайте пока смотаемся, посмотрим, что у нас там в этом контейнере. Хоть как-то он потратит свою энергию. Потому что по логике вещей ему нужно спать два раза. А чё ты контейнер-то не отметил? Объясни мне, друг. Так, вот, по-моему, где-то здесь располагается контейнер. Темно, согласен, но мы таким образом с вами сэкономим заряд. Для нашего робота. О, серьёзно, есть макароны. Вот это уже хорошо. Нет, 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 что происходит? Ты дурак, что ли, или как? Бляха ты, муха, он застрял, получается. Его взрывом закопало, блин, в снега. Вылазь я тебе говорю, слышь? Ой, бредятина опять, друзья, опять бредятина. Ладно, попробую ещё раз перезайти в игру. Так, что у меня в инвентаре? Где у нас загрузка произошла, в какой момент? А, макароны имеются, да? Спасибо. Хотя это вообще нелогично получается, но спасибо. А ты спать хочешь? Мне кажется, он вряд ли захочет спать, серьёзно. Вот прям серьёзно не захочет спать. Вот я в этом уверен. Нет? Захочет спать. Да ё-моё, ляжь поспать. Ляжь поспать, спасибо. Так, и... Сейчас быстренько всё-то прервём, сон его. Вылазь. Ну ты даже не летал, друг мой. Ты вообще собираешься что-нибудь тут доставлять нам? О-о-о, это как-то собред. Ну да, спасибо, ты теперь не устал. Вообще, красавчик, молодец. Я просто с тебя поражаюсь. Он теперь, блин, не устал. Да я понимаю, что у вас переохлаждение. Блин, а мне надо, чтобы этот долбанный робот был... Отвёз всё, что здесь имеется. Ладно, это бред. Тогда придётся самому всё-то доставлять. Бутылка с водой. Блин, такие куски мяса. Да, попробуем оставить туда контейнер. Так, а мышка будет удобно, интересно, переправлять? Повернуть. Повернуть, сделай, повернуть. Спасибо. Так, переместить сюда. Переместить, повернуть сюда. Крекер переместить сюда. Тебя переместить сюда. Вот, то, что нет сортировки, это тоже бред, опять же. Переместить сюда. Переместить. Сюда. Ну, получается, всё не влезает. Один кусок мяса останется. Так, отлично вроде, да? Хорошо. Так, мышку убираем. Может быть, ты сейчас захочешь поспать, нет? Было бы здорово от Джейкоба и стулёк поспать. Но ты, засранец, не устал. Ладно, я сейчас предлагаю нам немножко тут побегать. Они все равно все заболеют, это однозначно. Мы сейчас просто дождёмся, чтобы наш Джейкоб немножко устал. Это надо опуститься, получается, до двух вот этих вот ячеечек, да? Да, ты до сих пор ещё не устал. Да, до трёх вернее. До трёх. Так, а что у нас тут поблизости? Есть что-нибудь ещё? Просто добежать, чтобы... Да, вот в той стороне. Вот давай смотаемся, посмотрим хотя бы, что там. У нас сейчас все есть ингредиенты для того, чтобы она приготовила, наконец-то, это спагетти. Место крушения. А, так тут самолёт, что ли? Действительно. Я могу сюда зайти. А, ух ты, круто. Я не могу сюда зайти. Так, чё показываешь? Да, возможно, ты устанешь. Возможно, ты устанешь. Так, а я чё тебе выключу свет? Итак. Светло, всё понятно. Опять NPC NAMUS улаживает нарождавшийся конфликт. Ну, это понятно, кто у нас улаживает конфликт. Сейчас посмотрим, если он захочет спать, то я сначала всё выложу, потом лягу спать. Хочешь спать? Да, отлично, он хочет спать. Хорошо. У нас есть с вами шанс переправить всё то, что по заданию. Так, теперь куски мяса. Так, теперь куски мяса. Всё, всё. Не лезет. Отлично. Ложимся спать. И бегом обратно. Бегом обратно. Правда, очень далеко пришлось бежать нам сюда от этого торговца. очень далеко. Ну, в принципе, мы тут хорошо пошмонали, и я тут уже больше не вижу смысла сюда идти. Да, бежать придётся долго. Тем более, в такую непогоду. Это ужас. Так, переохлаждение. Хорошо. Хотя это плохо, но... Мы их подлечим. Там, по-моему, бинты не нужны, там нужны будут болеутоляющие. Или антибиотики. Антибиотики, по-моему, точно нужны. Так что всё будет пучком. Подлечим. Главное, успеть добежать поскорее бы. Ну, а сетку с вами мы так и не нашли. Ещё одна трещина. Ещё одна трещина. Давай, беги уже. Ты, конечно, сейчас молодец. Ты меня сейчас прям обрадовал. На полную, блин, катушку. Чем я тебе буду теперь обогревать? Да, церковь бежать далеко. Очень далеко. Так, ладно, до этих домов уже добежали. Уже плюс. Уже плюс. Я, по-моему, там не смогу сейчас разжечь. Хотя, может быть, и смогу разжечь. Хоть чуть-чуть, но нам надо будет согреться, чтобы дальше дойти. Очень странно. По-моему, в лагере у нас с вами была изолента. Я же находил её. Здесь очень тяжело найти дрова и вот эти вот сетки получаются. Всё остальное, в принципе, оно ищется легко. Так, топливо. Да, и еду я не могу готовить. Жир. Давай, ещё раз жир. Кубик. Пуговица. Уголь. Барабанные палочки. Одеяло я сжигать не буду. Так, ну чё, согрелся там у нас? Состояние-то какое у тебя? Не понял вообще. Чё за прикол? А чё ты не греешься-то? Пипец ты дурак. Ладно. Тогда беги. Как можешь скорей до церкви. Я думал, ты нормально согреешься у костра. Только зря потратил, блин, материал. Это плохо. Странно, что я не согрелся. Ну а в следующий день, наверное, нам придётся с вами бежать до топливного склада компании. Вот этой вот заправочной. Там недалеко от аэропорта есть. И искать топливо. Искать канистры с бензином, блин. Потому что сетки пока мы с вами не нашли. И крышу не починили. Первым делом тогда костёр зажигаем, а потом уже разбираемся со всем остальным. Давай. Ручка метлы, свеча. Нет, 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 нет. Бревно. Раз. Бумажные деньги. Два. Шкуру. Три. Ну и пока, в принципе, всё. А чё-то тебе плохо. Так, ты у нас что можешь создать? Вот. Гитару можешь сделать. Делай большую гитару. Дальше пошли по заданиям. Значит, крестов антибиотики отдать. И новый у нас с вами уровень есть. Сократили ещё 6 часов. У нас, по идее, осталось 6 дней выживать. Так, открыто. Никогда не получает травм за работой. Голод обезвоживания наступает медленнее. Скорость выполняемой работы падает. Никогда не страдает похмельем. Не восприимчив к гриппу. Сырая пища засчитывается, как приготовленный. Огонь тухнет быстрее. Так он быстро у нас тухнет. Подхватить грипп. Новые предметы быстрее обезвоживать. Становится голодным. Ну вот, пусть будет жнец тогда. Может, семена поищет. Так, ну и создание. Что тебе можно дать создать? Я думаю, термобур второго уровня пусть создаёт. Так, у нас ещё бабка болеет. Серьёзно? У нас закончились антибиотики? Вот это поворот событий, друзья. Спагетти с курицей. Как так-то антибиотики закончились? Когда успели? У тебя там какое состояние? Прям в костёр вон залезь. Так, хорошо. Согреваешься или что? Или как? Чё-то как-то процесс долгий, да, у нас с тобой? Я очень устал, но у меня же работа. Что мне делать? Иди поспи. А где Блблейн? Он чё, ушёл, да? Блин, он, походу, ушёл. Добывать мясо. Так, а это у нас что-то получается с вами? А, это поливитамины. Понятно. Так, ну батарею-то я оставлю от радио, потому что нам потребуется. Отмычка тоже потребуется. Хотя у нас там ещё есть отмычки. Так, вот вопрос у меня сейчас возник. Я сейчас приготовил томатный суп. А сможет ли она сейчас выполнить моё задание? Да я понимаю, что ты не можешь ничего сделать в таком состоянии. Да выбери ты бабку, ё-моё. Блин, мне нужно искать антибиотики. А я даже не знаю, где их найти по-быстрому. Вот это вот. Небольшая, так сказать, у нас с вами лажа выходит. Так, ты термобуртом починил? Вернее, создал. А, ты ещё три часа будешь его делать? Долго, долго. В общем, получается у нас с вами... С помощью этого меню можно обслуживать генераторы. Разные генераторы используют разные источники энергии. Бензин или клюминатор. Работающий генератор необходим для пользования электроприборами. Какими электроприборами? У нас вообще ничего не тратится. Абсолютно. Давайте тогда под конец серии раздам припасы. Бутылка с водой. Нет. Давай вот так вот. Бутылка с водой. Бутылка с водой. Бутылка с водой. Теперь поедем. Мясо приготовленное. Мясо приготовленное. Мясо приготовленное. Мясо приготовленное. Мясо приготовленное. И тебе мясо приготовлено тоже два раза. Так. Мясные. Вот с водой надо разобраться А, так вы уже и употребили Получается воду что ли Ах ты, блин Так, ну ладно, у тебя бутылка с водой Тогда, раз ты выпил, и все У тебя, в принципе, в порядке Ну ты все съела Я тоже все посъедал А у тебя орехи жареные Овощной суп, кстати, на всех же, да? А, не, подожди Овощной суп А, тебе куриный суп там нужен Так что я могу, в принципе, раздать всем по овощному супу Так, и вот с водой Кофе Вот там вот, вот давай тебе кофе дадим Водка Вот, давай тебе еще и водки дадим Отлично Так, у тебя с водой нормально У тебя с водой, в принципе Вот тебе можно газировку тогда дать У тебя с водой тоже нормально Вот газировочку сейчас даю Даю, и все нормально Все в порядке, в принципе Надо только, получается, найти антибиотики Так как кстамому, кстати, пожрать надо, получается А то мы Сами сейчас подохнем Так, уйди Вяленая говядина Консервированные бобы Хлопья Батончик мюсли Так, ну и давай вот газировки попей Отлично Главное мне сейчас, получается, не забыть самому Что требуется Вот это вот ты зачем взял? Я же тебя не просил это брать Дружище, зачем ты это вот сейчас все взял? Выложи обратно Тебе это не надо Так, посмотрим тогда по здоровью Поливитамины Я не знаю Вылечится он от Поливитаминов Не вылечится, не знаю Непонятно мне Потому что прибавления здоровья я не вижу Единственное, только получается согреться Да, но топливо у нас с вами заканчивается Но еще требуется Переохлаждение Так его здесь вообще нет Это Блейна Куда вот он делся? Я же его не вижу А, он вернулся Отлично, спасибо Скоро должен, значит По идее появиться Тут еще целый час Гитара еще два с половиной часа готовится Ну, почти согрелся Ладно, дорогие друзья Продолжим тогда следующий серий На сегодня все, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами Базар Бабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok